Голосование за кандидатов в депутаты Государственной и Тюменской областной дум начнется в пятницу и завершится в воскресенье. Для членов участковых избирательных комиссий это самая горячая пора. Они работают со списками избирателей, отвечают на вопросы горожан и оформляют свои участки. В эти дни Светлану Куба и ее супруга, сына и дочь дома не застанешь. Все они работают в одной комиссии и вечера проводят на своем 620-м участке. Общее дело сплотило семью, ему они отдают свои силы и знания. Продолжение темы в сюжете. Могу ли я проголосовать дома? Конечно, может. С какого часа это какое? С 17 по 19 число включительно. В небольшом помещении, отведенном для работы участковой комиссии, по вечерам теперь многолюдно. Сюда с вопросами идут горожане, да и члены избиркома приходят чаще, чем положено по графику. На участке порядка двух тысяч избирателей. И представители комиссии уже дважды постучались в каждую квартиру. Сначала оповещали людей о проведении выборов, потом разнесли приглашение. Дошли до каждого избирателя, принесли приглашение. Объяснили, как можно подать заявление о голосовании, где он будет находиться не в городе. Объяснили, как можно проголосовать на дому. И, соответственно, где можно прийти и проголосовать здесь на участвование. Вопросы задают, да, кто баллотируется, партии, какие у нас проходят в эти выборы. Поэтому народ интересуется. Мы стараемся, конечно, и плакатами, и брошюрками, и лифлетами, и буклетами всякими информировать их. С 2013 года комиссию на 620-м участке возглавляет Светлана Куба. Первый год работы – ей, учителю по профессии. И самой пришлось сеть за парту, чтобы освоить избирательное законодательство. Сегодня она без запинки ответит на любой вопрос по избирательному праву. Но перед каждыми выборами по-прежнему штудирует законодательство. Впрочем, как и вся ее команда. Мы изучаем и законы, естественно, все, касаемые каждых выборов. У нас проходит постоянное обучение, проходят семинары, проходит видео обучение онлайн, потому что в наше время это сейчас очень модно, продуктивно. Также, если есть возможность, собираемся в своей участковой комиссии, я провожу с ними обучение. Команда – 12 человек, все единомышленники, ответственные и равнодушные, болеющие за свое дело. Владимир Куба начал знакомство с тонкостями избирательного права еще раньше супруги. В 2005-м вошел в состав одной из городских избирательных комиссий и с тех пор трудится на всех выборах. Работа непростая, требует не только знаний и ответственности, но и выносливости. Бывает, бюллетени приходится считать до 4 утра. Отмечает, к счастью, на его памяти нестандартных ситуаций на участках не бывало. Члены избиркомов, они еще и немного психологи. Бывало один-два случая, но люди веселые приходят. Есть такие веселые люди приходят. Но немножко, но все конфликты сглаживаются, потому что мы людям предоставляем возможность проголосовать. Мы ходим, когда к людям и приглашаем их на выборы, мы их знаем уже, они нас знают. Поэтому мы уже почти дружим. Дочь Ирина и сын Виталий работают в избиркоме с 2018 года. Первыми их учителями стали не только родители, но и все члены избирательной комиссии, которая давно единая команда. У родителей уже была своя команда, которая много лет работает вместе, и мне было намного легче, потому что я могла спрашивать у всех, не только у родителей. Родители обычно очень заняты, когда проходят выборы, и лучше не задавать им лишних вопросов. А еще, рассказывает Ирина, от родителей они усвоили важное правило – всегда делать свой выбор, не перекладывая ответственность на других. В 18 своих лет, когда я первый раз пошла голосовать, для меня это было очень памятным таким моментом, когда я получила приз, памятную ручку, которая долго очень со мной жила. Я поняла, что это очень важно, и свой выбор нужно делать всегда, как и в принципе по жизни. Поэтому, когда ты идешь на выборы, ты предоставляешь своей стране и своему государству свой голос, что означает, что тебе не все равно. Сегодня представители избиркома обсуждают, как оформить помещение к выборам. К этому вопросу они всегда относятся творчески. Члены комиссии могут сказать – к выборам готовы. И в любой ситуации будут действовать по закону. Людмила Завгородняя, Николай Александров, Служба новостей, «Импульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова